Добрый день дорогие друзья! Последнее время производство кнопочных аппаратов от именитых компаний в принципе ушло на нет. Осталось очень мало моделей, но если они выпускаются они не очень хорошего качества. В основном сейчас китайский рынок лидирует и индийский рынок в производстве, то есть от бренда в принципе практически ничего не осталось. Вот один из самых таких на сегодняшний аппаратов это nokia 130. Ну давайте поговорим о нем, чем же он примечателен, какие у него плюсы, какие минусы. Заранее скажу, что я рекомендую этот аппарат, но чтобы узнать почему, рекомендую досмотреть обзор до конца. Итак аппарат идет в такой коробке небольшой, вьетнамская сборка, поддержка двух sim-карт, работает на частоте GSM 900-1800 МГц. В комплекте у него только кабель, точнее только зарядка, кабеля нету. В индийской комплектации данного устройства еще идет в комплекте гарнитура, у нас почему-то ее нету. Аппарат очень легкий, в руке практически не ощущается, вес 69 грамм, компактные размеры. Один из самых главных достоинств этого аппарата это наличие двух динамиков, мультимедийный динамик с задней стороны и внутренний голосовой динамик. То есть для аппаратов такого класса, на самом деле, это большая редкость и в общем-то здесь большой плюс. Также есть фонарик, включается он удержанием клавиши, то есть его также выключается. Навигационная клавиша. Скажу сразу, навигационная клавиша не очень удобна, если у вас крупные пальцы, то будете часто промазывать, то есть вместо середины будете нажимать право или влево, вот, но думаю привыкнуть можно. Аппарат позиционирует как, компания позиционирует как музыкальный плеер. Плеер здесь есть, но не скажу, что он такой удобный. Да, например, давайте его запустим. Так, обновимся. Вот, например, я запускаю. То есть что я смогу сделать? Я могу прибавить, убавить звук. Могу переключить на следующую композицию. То есть перемотки внутри трека здесь нет, к сожалению. Но зато можно свернуть. Вот, и музыка будет играть в фоне. Это большой плюс, на самом деле. Так, что здесь еще интересного есть в этом аппарате? Так, ну, телефонная книга здесь не очень удобная, то есть на один номер, точнее на один контакт только один номер и до 500 таких контактов можно завести. Так, это не очень удобно. Так, музыку мы уже смотрели. То есть можно играть, смотреть видеоклипы в формате MPEG-4. Ну, не знаю, насколько будет удобно на этом аппарате смотреть. Ну, в свое время же смотрели, например, на Nokia 6233. Это старых моделях. Там разрешение экрана было, в принципе, примерно такое же. Так, пункт сообщения. Радио. Радио играет только при подключенной гарнитуре. Игры. Из игр здесь только змейка. Но, в принципе, многие только из-за этой игры готовы купить эту модель. Я в свое время в поезде в эту игру играл, когда ехал к командировке. Очень много времени проводил за ней. Вот. В общем-то, игра вполне интересная. своего пользователя найдет. Так. Что здесь у нас еще? Ну, здесь настройки. Настройки сигналов. Bluetooth. Bluetooth здесь только поддерживает на передачу файлов. То есть гарнитуру к нему прикрепить нельзя будет, к сожалению. Так. Различные режимы. Обычно без звука, тихо-громко. И можно выбрать свой режим. Настройки часов. Настройки вызовов. Вот стандартная передрессация. Подобно так языки. Есть русский, английский, украинский, белорусский. Еще какие-то. Блокировка клавиатуры. Можно автоматическую поставить. Можно для безопасности какой-то код поставить. Чтобы только с помощью кода можно было разблокировать. Так. Что здесь, в принципе, все. Такого больше ничего нет. Доп-функции. В общем, здесь памятка, калькулятор, календарь, фонарик. Почему-то здесь нет секундомера. Меня вот это очень озадачило секундомером. Часто пользуюсь. И как бы отсутствие этой функции меня очень огорчило. То, что ее нет. Ну, что еще тут можно выделить? Вот. Еще одним из главных плюсов данной модели я отмечу то, что здесь не сбрасываются часы, когда мы достаем аккумулятор. Вот, к примеру. Смотри, две полноразмерные сим-карты, карточка microSD. Все, аккумулятор я достал. Все, вставляю. Так, опять включаю. Ну, как видите, время не сбросилось. Это большой плюс. То есть, кто часто меняет сим-карты. Этот аппарат, в общем-то, использует, рекомендую использовать тот, кто хочет второй, резервный аппарат, резервную звонилку, чтобы всегда оставаться на связи. Либо для пожилого человека. Соответственно, когда вы достаете меня эти сим-карты, постоянно время настраивать это не есть хорошо. В целом аппарата больше плюсов, чем минусов. То есть, цена у него достаточно неплохая. В различных магазинах по-разному. Под полутора тысяч до двух тысяч в среднем. В общем, кто хочет кнопочный аппарат, это будет одним из лучших выборов. Цвет бывает не только красный, бывает еще и черный. В белом, кстати, очень классно он смотрится. Но в белом сейчас не найти. В основном только в красном и черном остались на данный момент. Все, спасибо за внимание. Всем, кто смотрел. Всего доброго. Удачи! Продолжение следует...